Когда я пил Синтезит, у меня ферритин был 700. У нас есть даже научные исследования такие, увеличивается максимальное потребление кислорода. То есть не просто перенос кислорода от легких клеток. То есть ты загоняешь себя, грубо говоря, специально в дефицит, чтобы к нему адаптироваться. Но когда ты это делаешь, твое железо просто горит. Если ты как бы никакой, какое у тебя будет настроение? Ну да, да. А это, конечно, все взаимосвязано и твое, скажем. Ну да, это я тоже на себе проверял. Я пробовал различные гемоплекс, добавки спортивные, какие-то аптечные добавки. Тотем упил, сербифер, еще что-то. И когда я пропивал недельку, я опять делаю контроль. Смотрю, я смотрю, что особо уровень не меняется. Это вот он как был, так не знаю, семерочка или девяточка, так и остается. И ни капельки выше не становится. Я вылечил нашего пациента, который у тебя уже 20 лет лечился. Сынок, зачем ты это сделал? Ты на эти деньги, значит, закончил университет. Наша семья как бы кормится. Пью, синтезитик, я чувствую результат. И помимо всего этого, как бы это не просто какое-то, не знаю, там, самомышение, поцелло, там, либо еще что-то такое. Это конкретно, ну, на анализах проверенная тема на своем организме. Вот так. Ну, конечно, конечно. Не только на анализах, но и исследований, сколько у нас уже есть. Да, вот я тебе сейчас еще про новые сказал. Все верно, в здоровом теле, здоровый дух. У меня к тебе провокационный вопрос. Поэтому я думаю, что, как бы, вот, какие-то моменты, может быть, попроще переносятся. Ты знаешь, я так скажу, короче, ну, я же, как сказать, ну, понятно, там, слова, не слова, но я анализы сдаю, я смотрю. У меня эти анализы есть, кстати. И, ну, говорю, причем я даже сделал такой маленький эксперимент, возможно, даже в ущерб себе в каком-то моменте. Но я говорю, ну, могу даже анализы скинуть, чтобы посмотрели. Я сдавал железо, ферритин, трансферин, там, ну, вот это вот все моменты. Когда я пил Синтезит, у меня ферритин был 700, железо было, ну, тоже больше 20, что-то 24, там, или, ну, хорошие значения. Трансферин насыщение, то есть гемоглобин в источнике был у меня. Вот, и в моменте, то есть, ну, мне сказали, ферритина много. Поэтому, что у меня там, к примеру, воспалений никаких нету, он там еще, там, при разных случаях, там, ну, повышается, да. Вот, и это, возможно, где-то не сильно хорошо для организма. Сосуды там становятся более хрупкие. Еще, ну, мне там объясняли врачи. Вот, решил перестать пить. На недельку, там, ну, на какое-то время, сказал, сделай паузу. Сделал паузу, не пил. Ферритин упал до 200. Ну, то есть, это такое, это хорошее значение. Железо упал до 7. Или 7, или 9. Ну, это мало. Это реально мало. И я это чувствовал, самое главное, что это чувство по себе. Что я бы быстрее устаю, быстрее задыхаться начинаю. Ну, так как железа не хватает, как оно кислород будет переносить, вот эти клетки мои, эритроциты, но они не смогут просто. Вот. И, ну, опять начал пить. Ну, нормализовалось, нормально. Вот. Но, опять же, вот я, грубо говоря, на себе вот такой тест маленький сделал во время подготовки. И, ну, в принципе, говорю, вот пью синтезитик, я чувствую результат. И, помимо всего этого, как бы это не просто какое-то, не знаю, там, самомышение, процеба там, либо еще что-то такое. Это конкретно, ну, на анализах проверенные темы на своем организме. Вот так. Ну, конечно, конечно. Не только на анализах, но и исследований, сколько у нас уже есть. Да, вот я тебе сейчас еще про новые сказал. Еще там одни готовятся, еще сейчас другие есть. То есть уже, у меня уже интервью 400 штук практически вот на канале, представляешь, по людям. То есть, понятно, что это не самовнушение. То есть тут, ну. Вот. Интересно, конечно, что он у тебя так быстро упал, ферритин. Это как бы такой, ну, момент для изучения, да, почему вот он. То есть у нас в организме ничего так просто не бывает, чтобы, знаешь, вот он просто взял и задрал ферритин до 700, да. То есть ферритин это вообще что такое? Это, грубо говоря, свободное железо, которое, говорю, гуляет по крови. Вот. Ну, там, внутриклеточное, это вот, ну, запас. Запас, да, запас. Вот. Почему-то вот, допустим, бывает, что плохо, когда повышенный ферритин. Это потому, что, допустим, часть ферритина образуется, смотри как. Часть ферритина образуется, ты вот, допустим, съел, там, синтезит или какой-то продукт, вот, трансферин железо схватил, получился ферритин. И он его там в печени или в крови он где-то гуляет. А другая часть ферритина образуется из разрушаемых клеток. То есть когда разрушается клетка, вот это вот гемоглобин, да, вот железо все вываливается наружу. Да, ну, да, даже банально, вот, обычное какое-то воспаление. Воспаление, да. Да, да. Потом смотри, допустим, это может быть воспаление. Банки, ты поставил себе банки, да, допустим, банки поставил. У тебя эритроциты вышли вот из сосудов, они что, они начинают разрушаться. А когда они разрушаются, то что это, ферритин получается. Понимаешь? Ну, это плохой ферритин, да. Почему плохой? Не-не-не, не плохой. У нас ничего плохого нет. У организма все идет куда надо. Он там все это использует как надо. Допустим, ты когда тренируешься, у тебя мышцы разрушаются, да, тоже, как бы. Келетки какие-то там разрушаются. Это куда? Это ферритин сразу же поступает. То есть, трансферин это хватает, получается ферритин, получается запас. Вот. Поэтому, как бы, если у тебя нет воспаления, если у тебя нет онкологии, если у тебя все в порядке с организмом, да, то, как бы, это не значит, что этот ферритин это плохо. Вот. Да, 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 я это прекрасно понимаю. Тот же опыт уже большой, бесед с различными врачами, да. И поэтому, как бы, как сказать, там, ну, нет-нет, там, для себя какую-то диспансеризацию я прохожу. Вот. И общаюсь со специалистами, которые компетентны в этих вопросах, да, и они, то есть, уже на основании определенных тестов, анализов делают уже конкретные выводы. По состоянию моего организма, в каком, ну, в таком, в принципе, режиме я работаю, знаю, какие я нагрузки выполняю, и уже, отталкиваясь от этого, они уже делают какие-то выводы. Хорошо ли со мной все или плохо. Вот. Но, как ни крути, все равно, опять же, вот, для спортсменов высокого уровня, профессионалов, контроль железа – это очень важный аспект. Почему? Потому что, ну, железо – это твое дыхание, а дыхание в спорте – это неотъемлемо важный момент, который зачастую, от которого зависит результат. Вот. И если с твоим дыханием все хорошо, то, соответственно, и результат будет выше. Тем более, если мы говорим о каких-то индивидуальных дисциплинах, таких как ММА, сэнер, бокс, борьба, ну, разным дисциплинам. Потому что, опять же, выносливость, да, напрямую зависит от того, как ты видишь, напрямую зависит. И если, к примеру, встречаются, там, не знаю, два спортсмена, оба высокого уровня, ну, допустим, условно, возьмем два мастера спорта заслуженных, либо два международника, и они начинают, там, выяснять, там, в бою, в схватке, кто из них лучше, то, если технически они одинаковые, да, там, то есть, ну, никто ничем никого не может удивить, то победит тот, кто кого передышит. Ну, зачастую. Я уже не беру, там, момент хитрости, там, техники, еще чего-то. А если мы берем двух одинаковых спортсменов, а не по всем характеристикам, по всем, не знаю, техническим аспектам, ну, вот одинаковые, абсолютно, то победит тот, кто кого задушит. Вот и все. Ну, да, да. И, говорю, опять же, если мы, понятно, мы сейчас берем конкретно схватку, но немаловажно это тренировочный процесс, это то, как ты готовишься, то, как ты тренируешься, набираешь форму, и то, каким ты выйдешь подготовленным, ну, вообще на саму схватку, это весь тренировочный процесс, вся подготовка. И в течение всей подготовки у тебя твой уровень железа, я на себе знаю, может меняться, там, от максимума к минимуму. И все зависит, конечно же, от нагрузки. А нагрузка, как правило, в разные этапы подготовки бывает разной. Есть очень много анаэробных режимов, когда твой организм работает просто вот на пределе, на износ, грубо говоря, повышая какие-то там анаэробные пороги и тому подобное. То есть ты загоняешь себя, грубо говоря, специально в дефицит, чтобы к нему адаптироваться. Но когда ты это делаешь, твое железо просто горит, потому что по-другому оно не сможет обеспечить тебе результат при таких тренировках. И за этим показателем нужно очень адекватно следить. Потому что когда оно падает, это ведет к чему? К перетренированности. А перетренированность – это, блин, это очень плохо. Потому что если ты начинаешь загонять себя в яму, то можно, скажем, не давая отдых, пренебрегая вот этим вот недовосстановлением, загнать себя в такую яму, из которой потом выбраться будет очень тяжело. И таких примеров куча. Ну, конечно, да. А почему железо горит, многие просто не знают. Потому что есть такие замечательные клетки, митохондрии, которые вырабатывают АТФ, энергию мысли, энергию движения, энергию производства других клеток. 90% кислорода, который мы вдыхаем, потребляется митохондриями. Представляешься? И, соответственно, а почему железо горит? Потому что в этой реакции участвует железо. Чтобы митохондрия сделала АТФ, как говорится, да, там используется в том числе и железо. Ну, да, большой расход идет этого микроэлемента в организме и вообще, в принципе, в трене и всего. И обычными препаратами железа, то есть не синтезитом этот вопрос не решить. То есть, потому что... Ну, да, это я тоже на себе проверял. Я пробовал различные, там, гемоплекс, там, ну, вот добавки спортивные, какие-то аптечные добавки, там, тотем упил, сербифер, там, еще что-то. И когда я, там, не знаю, ну, пропивал недельку, да, там, я опять делаю контроль, смотрю. Я смотрю, что особо уровень не меняется. Вот он, как было, так, не знаю, семерочка или, там, девяточка, так и остается. И ни капельки выше не становится. И, соответственно, уже тут надо, как бы, добавку менять. Очень хорошие, к примеру, там, ну, не знаю, вот препараты есть, там, какие-то внутривенные, такие инфузии, там, различные, там, в капельнице, да, это хорошо повышает твой уровень, потому что ты напрямую в кровь сразу жираешься, загоняешь. Но не у каждого есть возможность это сделать, потому что эти препараты, во-первых, дорогие, а во-вторых, как бы нужно все правильно сделать, нужно все размышать в капельнице. Подставить из тех, это, так сказать, ну, определенные расходы и неудобства. Кто-то боится иголок, боится крови. Я говорю, мне говорят, ну, о том, что нужно кого-то попросить это сделать. Идти в больницу для этого, ну, не каждый готов в такие расходы тратить. Ну, конечно, докладно, да. Да, и просто это, как бы, ну, это тебе нужно заморочиться. Проще, как, гораздо проще, вот эту таблеточку выпить, нежели ставить, ну, да, да, таблеточку синтезита. Но я хочу знать, что обратить внимание, что, на самом деле, вот у меня есть уже несколько интервью, допустим, с женщинами, да, которые, вот они себе делали вот эти вот инфузии, да, то есть, там, у вас дефицит железа, там, таблетки не помогают. Давайте, ситуация критическая, давайте-ка мы вам, короче, капельницу поставим, да, там. И что получается? Получается интоксикация. То есть, страдает печень. Ну, конечно, это токсично. Да, это токсично получается, потому что напрямую, когда, вот, организм, он же так устроен, что он все должен получать, как бы, воздух, вода, пища, да, как бы, то есть, там есть система, которая это все дело запускает. А тут ты насильно берешь просто и такой, опа, получи порцейку, да, а что ты теперь с этим делать будешь? И вот, и организм там в шоке. Нет, но есть разные случаи. Есть случаи, наоборот, которые, к примеру, ну, положительно, да, там, очень быстро, эффективно решили проблему. Но, опять же, там, это все индивидуально. Индивидуально, от человека зависит, да. Человек, который сейчас будет смотреть наше с тобой вот интервью, да, сможет таким способом решить свою проблему. Что именно с паттером инфузии, либо там укола, укола внутри мышечки, возможно, нет. И, возможно, только хуже делает. Ну, да. Все может быть опять. Здесь нужно четкое понимание и четкая консультация профессионалов. Мы только на своем примере можем что-то рассказать, а другой человек уже может сделать вывод. И, возможно, это интервью на что-то его натолкнет. Да, конечно, важно очень изучать, важно очень разбираться, потому что если есть какая-то проблема, большинство людей привыкли вот как бы просто там прийти куда-то, чтобы им сказали, вот сделай вот так вот, да. Он пришел туда, сказали, сделай так, не помогло. Потом пришел в другое место, сделай так, а сам он не разбирается. То есть надо все-таки погружаться в тематику, как-то пытаться изучать. Иначе просто вот так будешь бесконечно ходить по разным специалистам, да, а желающих на тебе заработать тоже очень много. Есть такие, которые готовы привязать человека к себе, и там 10-20, это как в анекдоте, да, там, папа, я вылечил нашего там этого пациента, который у тебя уже 20 лет лечился. Сынок, зачем ты это сделал? Ты на его, на эти деньги, значит, закончил университет, наша семья как бы кормится. Ты сделал большую ошибку, сынок, есть такой анекдот, да. Вот, поэтому очень важно изучать, да, разбираться. Есть такие, я не знаю, возможно, но надеюсь, что не каждый с такими специалистами встретится. Ну да, есть на самом деле самородки, которые разбираются, которые реально хотят помогать людям. Просто в этой вот, если человек работает, допустим, в государственных моментах, да, то там, как правило, поток, этот поток, он с утра до вечера, и никакого индивидуального подхода, да. Да, если человек работает в частной какой-то клинике, да, то там есть часто установки наоборот, как раз, то есть, держать человека там, навязывать дополнительные какие-то услуги и так далее. То есть, и чаще всего наиболее, как бы, хороший специалист – это вот такие вот частники, да, вот, которые вот сами вот занимаются и сами помогают. Это как бы, ну, практика, потому что они работают на сарафанное радио. То есть, он помог человеку, да, человек привел другого человека, а не так, чтобы он помог человеку, но чуть-чуть, чтобы он через неделю еще к нему, например, раз пришел. Да, да, я не спорю, да, но не каждый человек может позволить себе обратиться к частнику, потому что частник свой труд ценит, и за это берет определенную плату, и не каждый человек готов с этим согласиться. Да, 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 согласен, согласен. Хорошо. Я могу эту часть интервью потом оставить, вот то, что мы сейчас с тобой проговорили? Да, конечно, конечно. Уважаемые зрители, у нас в гостях сегодня Андрей Корешков, победитель последнего чемпионата Беллатр в Японии, сражался с Лоренсом Ларкиным, вот, это школа Шторм, Александр Шлеменко. Уже год назад мы брали с Андреем интервью, разговаривали. Андрей делился своими результатами, рассказывал про, опять же, про то, как Синтезит помогал железо стабилизировать, даже на максимальных нагрузках. Я пересмотрел наше интервью, на всякий случай, потому что уже около 400 записано, все, я, конечно же, не могу так вспомнить, да. Рассказывал, что был прилив сил, есть прилив сил, дышится легче, вот, нет, опайте и перетренированности. Андрей, насколько я понимаю, вот, все эти характеристики сейчас у тебя сохраняются. Но, понятно, что ты, конечно же, привык уже, да, ты постоянно Синтезит принимаешь, что уже, как бы, центральная нервная система адаптировалась, да, идти хочется большего, больших нагрузок, но все же, да, как вот ты сейчас вот субъективно относишься к Синтезиту, не основываясь на анализах, да, что, да, у тебя классный уровень железа, ферритина, трансферина, гемоглобина, а вот, как бы, вот на таких моментах субъективных, тренировочных, как вот тебе вот сейчас? Я так скажу, что у меня такой тренировочный процесс, что я делаю разноплановую нагрузку, и очень много бывает, таких вот анаэробных тренировок, где я хочу, к примеру, там, в моменте, скажем, ну, вот свой порог отодвинуть и работать в нужном режиме длительное время, ну, для того, чтобы просто выраживала мастерство. Такие тренировки у меня бывают. И, как правило, неподготовленный человек после таких тренировок может быстро в яму свалиться. Свалиться в яму почему? Потому что попросту он недовосстановится после такой тренировки, идет очень большой расход железа, того же железа, так как в анаэробных режимах, ну, вот я повторюсь еще раз, железо очень быстро горит. И дефицит железа напрямую сказывается на твоем самочувствии, напрямую сказывается. Ты хуже дышишь, ты хуже себя чувствуешь, у тебя присутствует такая, скажем, ну, не знаю, апатия. Тебе даже заснуть просто-напросто тяжело. Тебе очень тяжело напитать свой организм кислородом, потому что эритроциты, ну, они не смогут переносить кислород тканью, если нету достаточного уровня железа. И это напрямую, как бы, опять же, да, там, в обычной жизни, возможно, это, скажем, в каком-то краткосрочном периоде не сильно человек почувствует, но спортсмен высокого уровня, который работает, скажем, на результат, почувствует это сразу. И если у него, к примеру, безвыходная ситуация, и там, не знаю, нет особо времени отдать ему, да, если у него идёт период подготовки, то это напрямую скажется на том, как он подготовится к тому или иному старту. Вот лично я за железом стараюсь сидеть всегда. И, скажем так, когда я чувствую себя не так, как всегда, да, там, где-то похуже, где-то получше, там, ну, там, скажем, возьмём только похуже, я сразу иду сдавать там определённый перечень анализа. Он небольшой у меня, я уже себя знаю абсолютно хорошо. И одним из таких перечней – это, естественно, железо. И я так скажу, что вот пришёл к такой динамике, что при приёме синтезита дефицит железа, вот именно эта проблема у меня, слава богу, потихоньку решается. Потому что и ферритин, и железо на должном уровне с сильными нагрузками у меня присутствуют в крови. И это помогает мне, опять же, более адекватно переносить нагрузку, чувствовать себя, восстанавливаться и получать свои, скажем, вот эти физические кондиции без ущерба и какого-то кислородного долга. Да, да, всё верно. Я хочу обратить ещё внимание, да, вот твоё и наших уважаемых зрителей, которые будут нас смотреть, что синтезит, да, это железо само по себе, но это крайне низкая концентрация железа, то есть 0,8 мг на одну капсулу, да, при… в обычных БАДах 25-30 мг, то есть там больше, чем в 30 раз больше этого железа, но при всём при этом синтезит работает. То есть даже вот, допустим, Андрей, к примеру, сколько ты принимаешь синтезита вот на максималках капсул? Ну, я по-разному бывает. Могу там 4 в день выпить, могу 5 в день. Всё зависит от тренировок. Если у меня была какая-то такая, ну, вот прям жёсткая тренировка, я могу там, не знаю, перед ней выпить 2 штучки, после неё 2 штучки. Ну, даже, да, даже если 5 штучек по 0,8 мг, это получается 4 мг, 4 мг в день, да, то есть как бы всем известно, что суточная потребность человека, там, тем более спортсмена, ну, точно больше 20 мг в день, как бы, да, там, может быть, даже ещё больше, потому что оно просто сгорает. Вот там 15-20 и больше мг в день. То есть понятно, что сам синтезит, оно полностью всё железо это не компенсирует. Просто так как синтезит восстанавливает, в принципе, обмен веществ, параметры крови, текучесть крови, насыщение крови кислородом, да, там, холестерин разный, работу печени, работу кишечника, то начинает нормально усваиваться обычное железо из обычной пищи. Вот. Это вот как бы очень важно знать, уважаемые зрители. То есть синтезит – это не как источник железа, это как средство для того, чтобы ваш организм сам справился с железодефицитом в том числе. Плюс это восстановление уровня холестерина, аланинаминотрансфераза, спартатаминотрансфераза, других параметров крови, текучести крови. А благодаря тому, что происходит? Благодаря тому, у нас есть даже научные исследования такие, увеличивается максимальное потребление кислорода. То есть не просто перенос кислорода, да, от лёгких к клеткам, но ещё и то, сколько клетка кислорода может за единицу времени усвоить. Это очень как бы важная характеристика для спортсмена и для обычного человека, потому что она определяет не только его выносливость, дыхалку, да, работоспособность, но и, в принципе, работу сердечно-сосудистой системы, в том числе, и дыхательной системы. Вот. И когда снижается вот это МПК, максимальное потребление кислорода, это явный признак того, что у человека что-то не в порядке со здоровьем, как бы даже при определённых болезнях оно также снижается. Синтезит эти вопросы решает. Плюс ко всему, он помогает увеличить количество стволовых клеток. А это что значит? Это значит, вот, эритроциты, да, которые кислород переносит, и углекислый газ обратно, вот, появляются новые в нормальном количестве лимфоциты, лейкоциты, тромбоциты, да, и всё вот, вся вот получается, вся система человек начинает работать нормально, соответственно, это и выносливость, и быстрая регенерация. Вот в прошлом интервью, допустим, ты сказал, я как бы не чувствую апатии, да, и демотивации какой-то, да, вот как ты говорил такой вот, то есть это улучшение работы головного мозга в том числе, то есть это повышенная мотивация, то есть чем ты быстрее отдохнул, восстановился, тем как бы лучше у тебя настроение, потому что если ты как бы никакой, какое у тебя будет настроение? Ну да, 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 и это, конечно, это всё взаимосвязано, и твоё, скажем, психическая, да, вот психология, она напрямую связана с физикой, поэтому как бы одно от другого пляжа. И если у тебя, скажем, просто вот чисто по физиологии там какое-то плохое самочувствие связанное там с переутомлением, с усталостью, это, естественно, всё давит на твою психику. И, скажем, ну, вместе это может дать не очень хороший результат, когда ты везде проселся, ну, вот в этих моментах. А опять же, ну, если ты где-то себя чем-то поддерживаешь, то ты это можешь намного лучше переносить. Всё верно, в здоровом теле, здоровый дух. У меня к тебе провокационный вопрос. Там какое-то время назад я смотрел твой ролик для спортпита, для магазина спортпита DFC, у вас есть в Омске, вот, уважаемые амичи, да, кто будет смотреть потом наше видео, есть у вас такой замечательный магазин, DFC называется, или GFC, DFC? Да, DFC. DFC, да, DFC он называется. DPS. Да, DFS. Андрей, я вот заметил видео такое, ты пришел к ним в магазин, у тебя там куча продуктов, и ты про каждый рассказал. Я думаю, когда же будет рассказывать про Синтезит? А там его не было, к сожалению. Как это не было? Он у них есть, он у них есть, да, но именно, именно вот в этом отделении, потому что я был в новом, в новом магазине, он закончился, его не было. Он был на складе. Я понял, я понял. Потому что я руководителю пишу, говорю, где, где, я говорю, то есть, извини. Там также не было этого, там Омеги-3 не было, вот, которую я часто пью, камчатскую, с алмоникой, вот, ее, к сожалению, не было. Вот, тоже хотел в корзину добавить, но просто, попросту не было, вот так. Это та, которую Александр Шлеменко рекламирует тоже, да, вот, рассказывает про нее? Да, да, да. Я тоже ее пил, кстати, да, но, как бы, вот эти вот все вещества, вот, допустим, Омега, да, там, лецитин, к примеру, какие-то такие моменты, я вот, когда их пью, я просто пью, потому что знаю, что, ну, как бы, это, типа, полезно, да, вот. А Синтезит для меня, он такой, что вот я пью, и я чувствую, как бы, я чувствую, что это полезно, понимаешь, то есть, как бы, тоже, как бы, получше себя чувствуешь. Поэтому тут, как бы, ну, моей субъективной оценки я, как бы, дать не могу, потому что, ну, я знаю просто, что это нужно нашим клеткам, да, там, организму нашему нужно. Поэтому, как бы, лучше это получать, чем это недополучать. Вот, Синтезитом-то история другая, то есть, ты принимаешь, там, кто-то неделю, кто-то две, кто-то три, кто-то месяц, и он уже чувствует этот результат. Вот, этим он, конечно, отличается. Ну, все, я понял, почему не было в ролике Синтезита теперь. А, уважаемые жители города Омск, вот у вас есть такой замечательный магазин, там где-то вот в центре, приходите, там вот должен быть Синтезит у ребят, во всяком случае, последний раз был. Еще хотел один вопрос задать. Перед боем с Лоренцом Ларкиным ты сушился? Сушка была? Да, конечно. Ты до Синтезита проходил сушку, когда вот Синтезит не принимал? Котовился к боям с сушкой так же? Ну да, да. А есть ли какие-то сравнительные ощущения? Да ты знаешь, как тебе сказать, особо нет, потому что у нас же такая экстремальная сушка. Мы большое количество воды выводим за короткий срок, то есть за день до боя сбрасываем там по 5 килограмм, по 6 килограмм, кто-то 4 там, ну, кто-то еще больше сбрасывает. Вот. И до нужных кондиций я себя довожу непосредственно во время тренировочного лагеря. То есть там, ну, вот мне нужно достичь, например, 84, там, или 85 килограмм, или 83 сделать. Это я делаю уже непосредственно до золи. А потом я уже на, скажем, каком-то легком дефиците, там, по еде, я лечу туда и просто держу этот вес, чтобы не уйти выше. И прохожу вот эту вот экстремальную сушку. Ну, так скажу, не знаю, вот я по себе там не могу сказать, что мне раньше было там тяжелее, да, или легче. Плюс-минус, оно всегда все одинаково неприятно. Я понял, да, то есть нет такого, чтобы там за несколько дней максимально вот все прям, да, вот. Постепенно ты готовишься к этому делу, подходишь, и потом уже финальные какие-то килограммчики, да, чисто воду выгнать. Да, да, да. Ну, это у каждого спортсмена своя методика, он делает то, что ему удобно, то, что ему, скажем, ну, дает ощущение того, что он сможет легко без сильных потерь сделать и быстро восстановиться для того, чтобы максимально эффективно выступить. Я понял, да, почему я спросил, уважаемые зрители, потому что вот у нас есть партнеры наши бодибилдеры, да, которые бодибилдеры известны, что они делают. Они набирают массу и потом непосредственно перед соревнованием они устраивают такую себе сушку. Но я понимаю, что сушка, которая устраивает бодибилдеры, которую устраиваете вы, это немножко две разные вещи, потому что они там… Абсолютно. Да, 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 все. Это я вот сейчас об этом подумал, как бы сейчас понял, потому что, как бы, когда на синтезите сушка в бодибилдинге, она проходит гораздо менее травмоопасно для организма. У вас, как бы, немножечко другой процесс, поэтому тут, как бы, такие субъективных ощущений, ну, просто мы не узнаем в таком случае. Я понял, да. Хорошо. Все, я все узнал, все, что мне надо. Надеюсь, наши зрители тоже услышали, да, твое личное мнение. Я буду ждать твоих анализов, я их приложу тогда, вот покажу, да, какие там есть у тебя результаты по гемоглобину, ферритину тоже, ну, думаю, что для людей будет важно. Ну, понятно, что, уважаемые зрители, представителям школы «Шторм» Александру Шлеменко есть у публики доверие, потому что все знают, что ребята слов на ветер не бросают, и никто обманывать никогда никого не собирается. Но, как говорится, бумажка всегда лучше, чем без нее, вот. Ну, да, согласен. Да, ну, и для статистики нам тоже будет интересно, конечно же, посмотреть. Хорошо. Я благодарю за то, что выбрал время, связался с нами. Желаю тебе дальнейших побед, дальнейших успехов, замечательных подготовок, да, чтобы ты вот в полных силах был готов достигать дальнейших результатов. Кстати, вот что у тебя из дальнейших результатов такое предстоит интересного? Да, на самом деле, пока тяжело говорить о каких-то, там, ну, забегать наперед, грубо говоря, потому что вот только-только бой прошел, сейчас восстанавливаюсь, отдыхаю, да, и уже, там, ну, не знаю, чуть позже начну только-только вот входить в этот тренировочный режим, потому что, я так скажу, долгое время не выступал до этого боя, да, был такой длительный и простой, но все это длительное время, почти год, да, там, не знаю, бизнес-класса, несколько дней, наверное, да, или хотя нет, наверное, уже даже чуть больше года, потому что мой бой сейчас был 31 июля, а бой до, ну, прошлый бой, да, позапрошлый уже, был, там, ну, в 20-х числах июля, поэтому, как бы, ну, вот, год не дрался, и весь год, весь год я тренировался, без какого-то, там, ну, отдыха, там, еще чего-то, то есть постоянно, от и до, по две тренировки в день, там, ну, единственные выходные были, это законные выходные, воскресенье и суббота, да, ну, суббота, опять же, наполовинку только, и только те дни, когда я, может, где-то приболел, там, еще, Бог себя чувствует, а так, как бы, ну, весь год тренировался и готовился к этому бою, как получается, его сейчас охота такой, скажем, ну, маленький-маленький, вот, взять, уже его взял и подвосстановиться ментально, физически, и уже потихоньку, потихоньку, скажем, вставать на рельсы и начинать разгоняться для того, чтобы, скажем, ну, в любой момент быть готовым принять какой-то вызов. Ну, хорошо, да, есть там у вас своя специфика, ты вот сказал по поводу болезни, да, меньше с синтезитом болеешь? Как у тебя есть какие-то сравнительные моменты? Ты знаешь, не могу сказать, что меньше, то есть, вот этот год, он был, получается, ну, вот прошлый год и начало этого, ну, я столько, не знаю, за всю жизнь не болел, но это не связано с синтезитом никак, потому что все-таки у нас в стране, да и во всем мире была вот эта вот инфекция, да, которая пошатнула здоровье многих, и я, то есть, за вот эти два года, там, за, получается, прошлое, за этот, успел поболеть. Ну, да, все поболели, конечно, я тоже тебе рассказывал. Все поболели, да, и, да, то есть, были различные, там, вот эти парагриппы, там, еще что-то там, но все зацепил, к сожалению. Плюс, опять же, есть дети, которые в садик ходят и иногда могут из садика что-то принятие такое, но это сезонная тема такая, и, к сожалению, вот, ну, от этого уже не захуешься, и вот так вот уж все прошло, то, к сожалению, опять же, вот, говорю, за примерно, там, за календарный год, да, я много раз поболел, но это никак не связано с синтезитом, я уверен, потому что, ну, болел не только я, а болели все. Ну, понятно, да, то есть, вирус, там, инфекция, такая штука, против которой, как бы, ну, синтезит, это же не антибиотик, не противовирусная, он поможет легче перенести болезнь, быстрее выйти на новый уровень, да, ну, как бы, чтобы, там, не заболеть, там, да, это, как, не знаю, брызнуть слезоточивым газом, и ты будешь, зайдешь и скажешь, я с синтезитом, меня газ не возьмет. Возьмет газ в любом случае, просто ты быстрее оклемаешься после этого, вот и все. Ну, да, да. Потому что, ну, я лично, то есть, ту же самую инфекцию, да, там, три раза переносил, ни разу больничный не брал, как бы, у нас, так, большинство сотрудников по синтезит принимают, они все вот в таком режиме. Хорошо, я вижу, тебя там уже торопят, все, спасибо большое, уважаемые зрители. Спасибо за внимание, понравилось это видео, передавайте своим знакомым, близким. Используйте синтезит как безальтернативное средство для спортивной подготовки, как безальтернативное средство для восстановления здоровья. С вами был Александр Сахнов, Андрей Корешков, школа Шторм, Александр Шлеменко. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Продолжение следует...